Социальная реабилитация для наркозависимых стала доступнее. Частным центрам увеличили финансирование из областного бюджета, поэтому появилось 12 дополнительных мест на бесплатный курс лечения. Однако за этот год возможностью вернуться к нормальной жизни воспользовались только три человека. Почему спрос невелик, разбиралась Ксения Туичкина. Виктор Шевченко – консультант. Он помогает постояльцам пройти непростой путь реабилитации. Его сложности Виктор испытал на себе. Мужчина смог избавиться от алкогольной зависимости. После прошел курсы повышения квалификации и устроился в центр на работу. График – неделя через неделю. Зарплата – 25 тысяч рублей. Условия достойные, но и это не главное, говорит Виктор. Такая работа помогает вновь не сорваться. Ведь бывших алкоголиков и наркоманов не бывает. Эти болезни, как диабет, не лечатся. Тяжело сразу выходить и начинать с нуля всю жизнь. Строить, выстраивать все. Взаимоотношения с родными – все это с нуля. Здесь тоже я отдаваю, что-то приобретаю для себя. Соответственно, потихонечку, помаленечку налаживается жизнь. Жизнь у постояльцев налаживается за 100 километров от родного дома. Центр расположен в Горьковском районе в селе Георгиевка. Лес, чистый воздух и огромная территория. Однако это не курорт, объясняет руководитель Дмитрий Косаченко. В центре действуют свои правила и свой устав. Ранний подъем в 8 утра. Отбой – 12 ночи. У пациентов нет ни единой минуты свободного времени. У нас комплексный подход. Невозможно восстанавливать физику и забывать про психическую составляющую человека, про социальную, про духовную. То есть наркомания, алкоголизм разрушают личность в целом. И наша задача – собрать ее назад в единое целое. Тогда человек сможет полноценно восстановиться, поднимать за счет каких-то своих дел себе здоровую самооценку и получать удовольствие, удовлетворение от резвой жизни. Чтобы вернуться к нормальной жизни, пациенту нужно пройти долгий путь в 12 шагов. Американская программа, которую разработали еще в 30-е годы прошлого столетия, сегодня считается одной из самых эффективных. Сначала человек должен признать себя больным и нуждающимся в помощи. После перебороть собственные страхи и недостатки и найти силы вернуться к трезвому образу жизни. В этом помогут индивидуальные и групповые занятия с психологом, спорт, активная трудовая терапия и строгая дисциплина. Программа реабилитации в центре построена на строгом режиме. Любое отклонение грозит серьезными санкциями. К примеру, постоялец вне режима решил прилечь на кровать. Это грозит 500 джамбо. Чтобы вы понимали, это прыжки из низкого приседа. Социальная реабилитация – это не замена медицинского лечения, а правильное его продолжение. Сегодня этим занимаются частные центры. В Омском регионе всего 40 официально зарегистрированных. Остальные скрывают свою деятельность. Месяц лечения обходится в среднем в 20 тысяч рублей. Такие финансовые возможности есть не у всех. С прошлого года средства начали выделять из областного бюджета. Появились льготные места. В 2016-м бесплатное лечение прошли 9 человек. На 2017-й открыли 12 мест. Год заканчивается. Возможностью воспользовались пока 3 человека. В Министерстве труда и соцразвития уверены – причина низкого спроса внеосведомленности. Нет информации, достаточно такой обширной, широкой информации о том, что люди могут воспользоваться такой возможностью. То есть наша АМИЧИ, эта программа, сразу скажу, что предусмотрена только для АМИЧИ и жителей Омской области. Гражданам, которым старше 7-18 лет. То есть совершеннолетние и состоящие на учете у наркологов. Министерство пока готово оплатить только два месяца реабилитации пациентов в частном центре. Однако здесь могут пойти навстречу и завершить полный годовой курс бесплатно. Если человек приходит ко мне и говорит, дружище, помоги, нет денег, но жить хочу, готов делать. Все, что скажете, конечно, я возьму. Но, к сожалению, таких ребят за все время два человека у нас было таких. И еще одно условие. Насильно в центре никого удерживать не станут. Это должно быть добровольное желание больного. Получить бесплатное место можно, обратившись к своему врачу-наркологу или в Министерство труда и соцразвития по телефону 25 07 75. Ксения Тойчкина, Юрий Дорошенко, Антенна 7.